У меня родственники есть на Приднестровье, и я знаю все эти проблемы изнутри, знаю, как они зарабатывают, знаю, как они не могут продать то, что производят для того, чтобы выжить, потому что перекрыта таможня. Ну, как она перекрыта? За 40% отката можно выехать. Сейчас пришел господин, не хочу его называть фамилию, и он думает, что он справится с украинцами или с одесситами, которые с таможней справятся, что он договорится с таможней. Очень я сильно сомневаюсь. Вот эти варяги, когда они приходят, их будут обманывать, и его будут обманывать, и там очень хитрый, очень умный народ. Я сейчас говорю об Одесской области, которая, с другой стороны, прикрывает Приднестровье. Что касается Приднестровья, если бы вы знали хоть одного человека, кто там проживает, это люди, которым, не дай бог, прийти в дом с нехорошими намерениями. Это люди, которые всю жизнь прожили там на протяжении нескольких веков, они отражали нападение и посильнее, и пострашнее, и всегда доказывали, на что они способны. И не дай бог, если в их дом кто-нибудь осмелится прийти. Мне бы очень этого не хотелось. И здесь дело даже не в нашем контингенте, который там находится, и не в братской помощи России, которая обязана будет помочь как контингенту, так и россиянам, которые проживают на этой территории. Но я надеюсь, до этого не дойдет, потому что горячие головы будут остужены еще до подходов к территории Приднестровья, как это было 20 лет назад, 23 года назад, когда наш легендарный генерал Лебедь провел артиллерийскую двухчасовую подготовку. Этим все и закончилось. Вот здесь я, у меня такой воинственный настрой, и я просто предупреждаю, туда не надо ссуваться. Да, Куба тоже жила 50 лет в изоляции, сейчас выясняется, что она уже оказывается уже не в такой изоляции. Ну, значит, у них такая судьба, надо терпеть. Она закончится от изоляции.